гравитационно, и Луна полетит туда. Или если по другую сторону, то хоть всё это тоже находится в гравитационном искривлении Солнца, но есть тут также мощное искривление, искривление Юпитера. И Луна может полететь туда. У Юпитера уже есть куча спутников, которые к нему причалило от разрушенных планет нашей Солнечной системы. Понял, а тут просто вас, от мистических существ, на том, что... Ну, вообще, я назвал те видеозаписи «мистические существа» именно в дань нынешним дебилам. Поскольку само вот это понятие «мистические», для меня этого понятия не существует. «Мистические» — это те люди, которые не хотят разбираться, они такие «о, мистика, тайна, что-то такое, что-то сякое». Но вот если взять машину и показать её Бушмену, он тоже решит, что это или какое-то мистическое животное, или заколдованная какая-то штука. Для него это будет мистическое. Но автомеханика эту машину может разобрать и понять, что ничего мистического там нет. Так и человеческое тело тоже, как бы, разные эзотерики, они там думают, как там это всё. А хирург тоже может разобрать, потом собрать и тоже понять, что с биологической точки зрения ничего особо мистического там нет. Просто уже с ряда других срезов то, что он соберёт, может оказаться нежизнеспособным. И потом оно рассыпется, и хирург не сможет объяснить, как бы он собрал, органы запустил, и как бы почему оно тогда нежизнеспособно. Вроде должно быть. Какие будет правильнее обозначить? Разного рода неизвестные нынешние официальные науки разного материального происхождения и разной материальной консистенции существа, которые живут на нашей планете параллельно с нами. Потому что, допустим, пайшеты, они, в принципе, существуют в себе в нашей обычной реальности, они могут сношаться с людьми, могут быть гибриды разнообразные, человека, пайшетячие всякие. В принципе, даже некоторые народы чертей могут также вступать в половые связи с людьми, и также возникают гибриды. Там очень сильная повышенная волосатость начинается, там начинаются, допустим, разные версии вырастания рук или чего-то такого. Но как они взаимодействуют? Встраиваются в человеческое тело, в его энергоструктуру как-то, или как, я не понимаю? Или там присутствует и человек, и это существо, которое захотелось... Смотри, нет, я говорю, что есть некоторые народы чертей, которые имеют материальность сопоставима с человеческим. Люди, допустим... В своем среде, да? В своем очень... Вот они очень... Фактически они под... Фактически они в нашем среде, честно говоря, находятся, и люди их просто не видят в меру ограниченности именно культурной, именно воспитательной. Вот есть... Ну, и тела, они человеческие, правильно? Человеческие. У некоторых народов чертей, не у всех. Есть такие аморфные, что их можно в колбу засунуть или в банку от йода и носить себе, и в случае, кого надо, открыть и сказать, «Иди». И он пойдет, залезет в человеческое тело, поломает чакры, попортит органы и так дальше. Именно в виде такой дымки нет. Я же вначале сказал, что, допустим, чертобог, он хотел заселить все планеты своими детьми. Он хотел показать истанбогу, что он такой мощный, что как бы и чертобог мощный, его отец. И он сам оправит, это что-то такое вообще ненужное, и не будут орэвачи, будут черти жить везде. Но он настолько их много натворил, что они потеряли единое начало и начали деградироваться. Дальше, на каждой из планет они деградировали по-своему. А в чем биодация выражалась у них? Потеря цивилизованности, потеря фактически разумности. Нынешние черти, они в принципе на уровне каких-то примитивных островитян. Фактически, если мы представим... Неразумные получаются. Ну как неразумные? Вот на уровне именно самых примитивных из островитян. У них есть ограниченный запас слов. И если с ними наладить контакт, их можно научить. Вот этого мучай, вот этого защищай. То есть, можно там им объяснить, что если от них отнимать их на потомство, то это для того, чтобы потомству было хорошо. Там это потомство будут кормить, растить и так дальше. Но поговорить с ними, допустим, о той же гравитации, поговорить с ними об архитектуре, поговорить с ними о программах, поговорить с ними о подсознании, сознании, сверхсознании, психоанализе, ни о чём этом невозможно. Оно максимум как кот или собака, или как неразумный человек будет смотреть и типа «Угу», но в результате осознанный ответ не даст. Понятно. «Ну вот, что ему нравится, что ему не нравится там, когда ему больно, когда не больно, всё оно это может сказать, ну не как животное, просто возгласом, а чуть более уже осознанным способом». Но всё-таки не вот таким, как мы общаемся. Также с образным мышлением у них совсем плохо. если попытаться их что-то типа «Представь вот это, представь вот так», они-то ничего не понимают. Ну и в принципе, что, они гаража дом не имеют никаких, они не имеют ничего такого. Своей цивилизации у них нет практически. Хоть изначально была. Но потом, когда вот это всё произошло, ряд богов, ряд демонов, ряд князей, ну фактически, кому не было линии, у кого хватало мозгов, они взяли чертей первичных, деградировавших, начали их селекционировать и начали использовать в своих целях. Естественно, таким путём, во-первых, на разных планетах были разные, и когда осуществлялись межпланетные связи, можно было меняться. Плюс ещё их селекционировали, выводя под каждого бога или под каждого князя или под каждого демона, ну кто как бы их селекционировал, или по заказу кого их селекционировали, выводили разные их функции. Кто-то выводил более, естественно, грубо материальные, чтобы они там мешки таскали, а кто-то выводил более тонкоматериальные, чтобы использовать их для проникновения через грубо материальные препятствия. Плюс тоже, некоторым было плевать на их цивилизованность, некоторые пытались их всё-таки держать более-менее цивилизованными. То есть это были для материального мира определённые существа, в которых находилось это вот существо, да, и нашими князьями использовалось для каких-то работ или что-то. Использовались, да. Да? То есть проявлено в реальном мире. Я подумал, что это вот средство материальности, который живёт параллельностью. Фактически это сейчас отучили людей их видеть. Отучили с детства, отучили эгрегориально. Вот, допустим, как, в эгрегор с помощью средств массовой информации устанавливается некое общепринятое, в лобках общепринятое, никем общее не принятое, никем не обсуждённое, но общеналязанное, скажем так, и бессознательное общепринятое, некая стереотипность действий. Поскольку все люди или большая часть этому подвержена, в эгрегор человечества или в эгрегор народа, если мы говорим не о всём человечестве, а о некоем народе, посылается команда, что для данного, для данной общности людей данная поведенческая характеристика является нормальной. И вот так навязываются вкусы, навязываются действия, сейчас навязывается похоть, допустим, лишняя, идиотская какая-то, но она навязывается. И навязывается, что это не видя, это не понимая, это не слушая, это не изучая. В древности, наоборот, старались развивать, наоборот, старались, допустим, набирать как можно больше тех священнослужителей, которые в эгрегор кидали, кидали, кидали разные нужные умения, разные нужные навыки, чтобы они уже навязывались как бы людям изначально. Поскольку, когда новое человеческое существо рождается, там тонкие тела слабые, с эгрегором много чего просто прописывается как базовая программа. И в частности, в древности старались именно контролировать тонкоматериальных существ, которые рядом с нами. Если мы говорим о чертях, то многие их воспринимали просто как бесплатную рабочую силу. Но потом с черчернокожими пытались сделать некий аналог. Но это неправильно, они всё-таки люди. А вот черти приблизительно и так и воспринимались, но чего им слоняться, пусть занимаются работой. И, соответственно, и богам нужна та или иная работа, и демонам нужна та или иная работа. Ну, а людям чего не надо, то надо, конечно же. Вот, например, метродата мне часто жалуется о том, как тяжело самой ухаживать за всеми теми растениями, которыми она занимается. И в действительности получается, если человек как бы сам, да даже если не сам, даже если семья, всё равно тяжело. всё равно легче было бы, если, допустим, человек только решал, что ему где садить и основные какие-то действия дел, а у него там бесплатная какая-то рабочая сила целый день трудилась бы. Так же ж? Ну, естественно, почему не надрессировать чертей, чтобы они этим занимались? Всё равно же валяются по планетам куча их разновидностей и куча разных функций.